у вас есть сомнения в том что можете вы поговорить или не можете что на медкомиссии сказали почему вы у меня спрашиваете ну спрашивали бы на медкомиссии можете поговорить не можете почему вы интересуетесь а это тоже это тоже вопрос к доктору откуда я знаю можете услышать или не можете все на медкомиссии на вашей вы должны были выяснить можете вы поговорить можете вы услышать деловой режим вы сами спровоцировали вы выражаете сомнения относительно своих физиологических способностей она помню так и не поняла в чем юмор наш разговор записывается 84 дня нарушает составе договора по кредиту наличными вальфобанке какой причине оплаты не производится а вам что ведущим что не ведущим один и тот же скрипт пишу да то есть вы только где-то там у себя в фантазиях ваших амутных ту градацию придумали на самом деле не задумывались над тем что вы все не то что ведущие вы даже не специалисты вы просто обычные операторы и от вас ничего не зависит и вы ничего не можете решить если ты ведущий специалист ну сделай что-нибудь отличающиеся от простого оператора и диван утюги холодильники те же колл-центры принимают на работу удаленно холодильники утюги можно продавать больше уважения будет и в трудовой тебе придурок напишут оператор обычный оператор не какой-то не специалист если токарь за станком стоит он специалист он гайки умеет болты точить его никто нас не посылает как тебя до свидания но прежде чем предполагать такие версии вы должны были уточнить а надо ли это мне постанавливаться в каком-то придуманном вашими вот этими рабовладельцами которые пишут тексты вам и говорят только когда будешь зачитывать не вздумай включать мозги читай просто тупо за тебя уже подумали так вот вы спросите пока по какой причине вам плевать на то что банк ожидал за причина очевидно она в вопросе потому что кто такой банк а кто такой я мои амбиции гораздо важнее для меня чем амбиции банк а вы пожалуйста подготовьтесь в следующий раз к диалогу почитайте какие-нибудь книжки кроме мой додыра что-нибудь а иначе вы не то что главное вы даже не специалист у вас данная акция отображается в личном кабинете соответственно для закрытия я не пользуюсь компьютером у меня нет компьютера чисто физически так соответственно вы же когда оформляли данные обязательства вы же оформляли в любом случае это через интернет через личный кабинет когда у меня был компьютер а сейчас у меня его нет я его продал чтобы выжить на карантине мобильное приложение также у меня телефон у меня кнопочный телефон и вообще чего я с вами это обсуждаю речь идет о кредитория моем они каком-то и есть суды завалены вот этими исковыми требованиях какие адвокаты я с вами даже спорить не буду потому что у меня четкая позиция какая разница сколько не платить вы с меня что через суд не взыщите что вот так вот и это то ваше недобровольное добровольно это рассчитано на бабушек пенсионерок несоображающих что они вообще слышат если видите в этом смысл договаривать компания в праве воспользоваться законным методом изыскания обратиться либо в суд либо в коллекторское агентство поэтому советую все-таки заняться туда хоть туда а вы вообще понимаете в чем разница коллектора его чем отличается ладно яна игоревна улыбается я даже ее потрогать боюсь а вдруг она уже холодная на сегодняшний день требования банка за должность не надо визжать так надо голос другой это мне кому-то стреляйте вы мне в голову оплата сегодня поступает ой напомнили меня же в магазин должен еще денег вот так вот должна быть 13 мая не поступило тогда все вопросы к плате сегодня будет оплата откуда я знаю оплате вопросы задавать в вашем возбужденном воображении оплата это одушевленная какая-то субстанция звоните узнавать и телефон нанимаете частных тысяч и как узнавайте до номер телефона оплаты почему он не поступила куда-то слышь о чем я вам вообще говорю вы готовы вы сами себя слышите я с вами диалог веду я четко конкретно вот прям по буквам за ваши слова цепляюсь и пытаюсь вам дать понять что вы ахинею несете в очередной раз оплата поступила почему не поступил я знаю почему вопросы эти задавайте оплате самое главное это внести смятение в лагерь противника враг должен потерять душевное равновесие евгений владимирович что повторите пожалуйста бум 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 да да побольше непонятного ку-ку алло алло здрасте абсолютно в дырдочку а кто это не расслышал как вас зовут дина знаю отлично дина почему вы проявляете нездоровое любопытство дина то же самое что не любопытство только наоборот дина то же самое что не наоборот только наоборот дина вы сейчас готова конструктивного диалога дина порядке абсолютно по вашему диалогу нет настраивайтесь на конструктивный диалог и твоим возможностям да хорошо и вам не кашлят дина специалист из банка дина хорошо что хоть не были фирма бледина крупнейший производитель детского питания в мире и дети растут как собаки вы нарушаете условия договора какого договора когда вы брали кредит в банке вы наверное читали договор нет почему потому что с первого взгляда он был составлен таким образом что если бы я взялся вникнуть в этот договор начал бы его читать у меня три или четыре ушло я бы начал задавать кучу вопросов я пробежал глазами несколько основных моментов и понял что договор в принципе уже составлен с возможными нарушениями законодательства 452 дк рф на основании этой статьи можно в принципе претендовать на признание договора ничтожным либо незаключенным и он не обязательно к исполнению александр андреевич выбрали деньги в долг у банка пришло время я с тем же успехом могу заявить что я брал не в долг деньги она безвозмездной основе если вы хотите чтобы вам звонки не поступали при просрочке 46 дней когда вы можете подключить в личном кабинете вам доступна программа заморозка эти деньги потом погашения долга они потом пойдут в погашение долга нет вы просто так наперед чего вот сейчас стать и вы не ожидаете услышать от меня ничего не дам что за формулировка владеть законами владеть законом невозможно владеть закон это такая штука которой просто нужно знать разбираться в нем дело в том что закон кстати говоря и говорит о том что взаимоотношения между физическим лицом юридическим лицом с точки зрения кредит на финансах за моих взаимоотношений должен фиксироваться на бумаге это говорит закон вранье с первых слов да говорю да про департамент вранье полное никакого департамента в альфа банке не существует есть отдел как правило в цокольном этаже где вы друг за дружкой сидите и это просто операторский отдел департамент только у министерства есть это подразделение министерства вы простой оператор колл-центра не ну да конечно но вам никто не запрещает врать я просто констатирую что я вас поймал на вранье так вот давайте-ка я тоже буду черпать из документа пока что только какой-то голос из трубки который даже не может не может доказать что от лица компании звонит просто голос из трубки вот эти ваши голословные заявления о том что кто-то что-то на мне выдвинул какие-то требования я не воспринимаю на самом деле это не буфер безопасности а батут для прыжка хорошего в пропасть хорошо я вас услышала я вас услышала ну что это б***ь ну значит соответственно через суд через судебных приставов в больничном ну вы сразу так скоропостижно неужели у вас есть какие-то основания думать быть уверенным до такой степени что суд обязательно встанет на сторону банка а у вас есть основания думать что оплачивать не придется? очень много оснований я могу их обосновать в отличие от вас я как минимум могу затянуть процесс на годы это как минимум любой юрист вам может сказать что просто можно затянуть процесс судебный и очень долго не выходить в решение создать условия когда банку будет выгодно отказаться от претензий некоторые думают что суд это катастрофа банк думает что большинство людей именно так думают но на самом деле людей все больше и больше становится которые действительно считают в суд это выходом из сложившейся ситуации всего доброго до свидания и вам не кашлять древний банк исполняете оплата от вас поступает? нет я решил не платить почему? с вами это обсуждать не буду подготовим сейчас со своими специалистами юристами письмо отправим в банк будем ждать ответ от банка отказываться от исполнения взять своих внимания нарушать закон где я закон нарушаю? в каком месте? у нас с вами договорные отношения точнее не с вами а с банком и я к вашему сведению смотрел нарушения со стороны банка я же вам об этом не кричу я написал письмо точнее готовит мой юрист письмо где попрошу объясниться банк вот и все нифига себе выскочил такой наперех сразу мне заявлять кто вы такой? у вас есть юридическое образование или полномочия или хотя бы компетенция констатировать сходу нарушения закона здесь просто договорные отношения вы что несете? я отказываюсь от оплаты согласно гражданскому кодексу расширения 1410 и вы не имеете права нарушение того либо иного закона может констатировать только судья он знакомится к *** Ирина Павловна да, знакомая нам наш дело не займет много времени кем вы приходитесь? какая вам разница? Ирина Павловна не выходит с нами на связь не знаете чем это может быть связано? знаю когда вы последний раз общались? вам какая разница? звонок с целью передачи информации поступает вы сказали что звонок поступает с целью передать информацию а на самом деле надо было сказать звонок поступает с целью того чтобы собрать какую-то информацию давайте определимся вы собрать хотите информацию или передать? по какому номеру телефон может быть доступен? я вопрос вам задал вот вы когда скрипт свой зачитываете вы хотя бы вникайте что там написали для вас? во-первых вы сказали что диалог не займет много времени а меня уже вы достали мне удобно разговаривать Мне неприятно с вами разговаривать. Это две разные вещи. Ну, регулируют и урегулируют. И что? Зачем вы мне это сообщаете? Лечись, иди давай. Евгений Николаевич, вы выпустили, пожалуйста, что я вам пытаюсь сказать. Если вы создаете заявку, вам на почту приходят все документы от Альфа-банка. На электронную еще нибудь скажите, да? На электронную почту? На электронную почту. Давайте-ка не будем ерундой заниматься. У меня за год, за этот год было пять электронных почт, тремя из которых вообще по стране люди совершенно спокойно пользуются. По моему разрешению. Давайте-ка сделаем все по уму, как это в цивилизованном государстве принято. По моей заявке, которую сейчас, если вы сотрудник банка, вы должны зафиксировать. Я хочу, чтобы предложение было отправлено на почту. Не на электронную, а на мою. Адрес регистрации, да? Евгений Николаевич. Такого предложения на почту не будет, мы этим не занимаемся. Хорошо, вы не занимаетесь, значит, я, соответственно, тоже не буду этим анонизмом заниматься. Фу, как некультурно. Так у я-то сейчас нет. А что тогда? Ну, а зачем вы время свое и мое тратите? Здравствуйте, это Альфа-банк, меня Мария зовут. Просто Мария. Очень любопытно. Даша Маша, Простокваша, Сурал Маша, да? Ну и тут просто Мария. А имя отчества забыли? Да. А то, получается, какая-то Маша звонит, любопытная какая-то. А вам известен данный клиент? Какой еще клиент данный? Клиент. Чей он клиент? Скажите, пожалуйста, человек. 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 Господи, да что ж у вас там в голове, а? Специалисты. Это что? Как я изначально представлюсь, из кого банка я... Ой, как вы тяжело соображаете. По рекламе нашего банка, поэтому мы называем только имя. Если у меня спросили мои данные, я вам не назвала. Да, называйте себя хоть как угодно. А что за слова-паразиты у вас на каждом шагу? Прекрасно. Мне нужна Лариса Митриевна. И как мне, ну, сочувствовать вам или радоваться за вас? Алло, Ларису Ивановну хочу. Типа того, что ли? Пасказал. Дмитрий Евгеньевич. Игорь Евгеньевич? Дмитрий Евгеньевич, только не говорите, что вы и меня тоже хотите. Слушайте, Дмитрий Евгеньевич. Ага. Уважаемый клиент, доводим до вашего сведения, что уже сформирован пакет документов для передачи вашего тела в коллекторское агентство. Не по телефону об этом нужно сообщать. Как только вы намерены будете это сделать, можете сделать. И потом меня письменно уведомить. Алло. Готово вас слышать? Можно я договорю? А что ты говоришь? Ну, что ты мне скажешь такого ценного, полезного? Кроме того, что... Ну, очевидно, конструктивный диалог. А, вот она ценность, да, твоих заявлений, главный специалист. Ну, давай попробуем. А ты вообще знаешь, как ведется конструктивный диалог? Сразу. Основная задача конструктивного диалога ни у кого не должно быть скрипта. Иначе это никаким образом не относится к конструктивному диалогу. Подготовьтесь, пожалуйста, к диалогу по поводу вашей просроченной задолженности. Мы вам перезвоним. Подготовься, пожалуйста, к диалогу по поводу того, главный ты специалист или ни в чемное существо. И потом перезвонишь. Всего доброго. До свидания. Зачем ты берешь? Ты же не так не желаешь мне. Алло. Алло. Александровна, главный специалист департаментной института не просроченной задолженности Альфа-Банка. Да что же вы все таким, все главные. У вас есть хоть кто-нибудь в подчинении? Это вы, да или нет? Как бы не позвонить? Да я, я сказал же. 20 рублей. А что, главному ничего там с аппаратурой не помогли, да? Главного что там, проблемы какие-то? Оплата поступает, да или нет? Да я не слышал ни слова от тебя, там все хрюкает. Давай еще раз повтори. Только нормально, как главный, чтобы я побежал платить сразу же. Говорите, говорите, я послушаю, я подожду. Нет, давай теперь ты. Теперь ожидайте последствия, ваши долги и коридори. Да, ну все, сел, сел, жду. 6400 у вас долг по кредитной карте, эти две суммы только для возврата в грамотные снижения. Вот это да. Вы не думали, что я сейчас тем же судебным приставом могу сформировать заявление, жалобу на незаконные действия МБА-финансы? Вас в очередной раз, по-моему, уже в сотый раз оштрафуют на 150 тысяч рублей. Иди ты. За то, что вы действуете незаконно. МБА-финанс еще не штрафовал. Да, ну посмотрите практику МБА-финанс. Продавайте имущество, сдавайте в МБА-финанс. Можете не продолжать. Нет. Вы меня сейчас склоняете на заведомо невыгодные действия. Это нарушение закона. Я вам представила Сбербанк, отдел судебного взыскания. Да ладно, фактическое местонахождение сообщите свое. Калуга. А поточнее, будьте любезны. Центральное отделение Сбербанка. Адрес? На Кирово 21 находится Сбербанк. А аудитория какая? А у нас нет аудитории. А что, вы прямо в клиентском зале сидите, что ли? Да. Что, правда? Я звоню вам по оплате вашего долга. Вы будете разговорить? Я понимаю, да я это уже понял, вот этот набор слов, которые вы говорите. Мы звоним вам по оплате вашего долга. Ну это вообще, в русском языке, ну если бы вы, допустим, сдавали бы какой-то экзамен, написали бы сочинение, сформировали бы так предложение, а вы бы получили в лучшем случае три с минусом. Что вы мне еще хотите сказать? Скажите. Что вы взяли, что я хочу вам что-то говорить. Все, я вас понимаю, до свидания. До свидания, будьте готовы к конструктивному диалогу, перезвоните. Если вы из банка, докажите мне сейчас. Есть простой способ доказать, что вы из банка, звоните. Все, что вам нужно сейчас, чтобы я вступил с вами в диалог, открыл дискуссию, назвать последние четыре цифры номера телефона, с которого вы звоните. Тогда я буду четко понимать, что вы из банка. Ну, три-четыре. Какие цифры? Одну минуту, пожалуйста. Скрипт надо почитать срочно, да? Что ж в таких случаях в скрипте-то пишется? А в скрипте ничего такого не написано. Потому что не сможете вы нигде найти те цифры, с которых вы звоните. Нет их. Это IP-телефония. Случайный набор цифр, похожий на номер телефона. Агентин Муратович, я звоню вам по поводу оплаты вашего долгого. Я понимаю, что вы думаете, что я сейчас это буду с вами обсуждать. Я вам четко обозначил свою позицию. А то она сейчас советуется. У нее есть куратор, а она сейчас советуется с каким-то куратором. Он ей скажет, читай скрипт. Там написано, и сейчас вот начнется там что-нибудь типа, вы можете перезвонить, вы можете уточнить. Куратор такой же обморок, только с большим стажем. Здравствуйте, я в сервизе МАФЕ КАПО, СНК КАР, Центр финансов. Я могу ли выслушать? Юлия Андреевна. Кого? Еще раз. Юрия или Юлия? Юлия Андреевна. А зачем она вам? Является клиентом компании, осталось от номера телефона, как аналогичный. Подождите, слышали вопрос? Я не спросил, кем она вам приходится. Я спросил, зачем она вам? О чем вы хотите сказать? Является нашим клиентом, я не вам ответила на вопрос. Нет, вы не ответили на мой вопрос. Я не понял, зачем она. Она является клиентом компании, нет, а пусто. Ну, это понятно, но на свой вопрос я ответа не получил. Зачем она вам? В отношении займа. Я могу ее усыпать или нет? Я не знаю о ваших физиологических возможностях. Скорее всего, можете, раз вы меня слышите. Все, что ли? Не так уж, что хотела поговорить. Меня зовут Барышникова Ольга Александровна. Звонит в рамках рекламной акции. Меня интересует Никита Александрович. А он такой знаком? Что это было? С вами все хорошо? Да, а с вами? Я вас передразнил, если что. Если вы не поняли, вы именно такую манеру разговора выбрали. Как я должен понять вообще? Какой рекламная акция? Вы меня хотите привлечь к рекламе какого-то продукта или что? И такие, и сливаются. Не по сценарию пошло. Это в ее интересах. Вы можете ей информацию передать? Что в ее интересах конкретнее? Что в ее интересах? С нами связаться и получить информацию в ее интересах. Поэтому, пожалуйста, передайте ей номер телефона для связи. Она так не считает. Эта информация важна для клиентов. Но она в юридическом смысле важна? Или это вот какая-то такая нейтральная информация? Сообщите о том, какая погода завтра будет. Я правильно понимаю, вы отказываетесь передавать информацию. Это не информация была. Максимум, что я услышал, это просьба перезвонить. Вы номер телефона можете передать для связи? Это не информация, это просьба. Скажите, пожалуйста, вы готовы передать эту информацию? Потому что... Какую информацию, господи? Я не могу вам сказать про информацию ни слова. Я от вас ее не услышал. Хорошо. Вы можете передать информацию, что клиенту необходимости на связи? Это все, Шура. Это колец. Меня зовут Алиса. Сегодня мы презентуем робота, который зарабатывает на валюте. Твои друзья уже в курсе. Даже не один? Слушайте, отдельная история про этих роботов. Это до такой степени развод. Этот робот, не один робот, не зарабатывает на валюте. Он делает вид, что он зарабатывает. Потом вам нужно нивелировать просадку, и на этом этапе вы влипаете в серьезные долги. Хотя в демо-версии, друзья мои, я вам как человек, который сам в это дерьмо наступал, скажу. Добро пожаловать на долговые галеры. Кляп в зубы и терпи. Это называется. В данном конкретном случае смысл мне разговаривать с неграмотным человеком, но с амбициозным, типа досудебное дело. Если я четко, тоже, кстати говоря, допускаю, что вы простой оператор. И вам кто-то рассказал, а вы по глупости в это поверили, что чем громче представишься... Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь. ...тем больше шансов взыскать. Ну, я, в свою очередь, опять же, допускаю, что вы простой оператор, повторюсь, сидите просто на телефоне, ничего толком не решаете. И ваша единственная цель взыскать хоть копеечку, ну, выражаясь простым человеческим языком, который сейчас очень часто применяется, за косточку тявкайте, не обижайтесь. Это просто не лично вам, это в том числе вам адресовано, многими-многими людьми. И никакого досудебного отдела не существует. Евгений Юрьевич, у вас сейчас имеется 34-й день просроченный долг к кредиту, на задолженности уже получается больше месяца вышли, при том, что сумма к оплате в данный момент... 34 дня, да, это больше месяца, даже не нужно было задумываться, паузу делать, то есть нет у нас в году дней, которые хотя бы 34 месяца, которые хотя бы продолжительностью 34 дня. Получается, по просрочке вы уже больше месяца, то есть действительно были сомнения, что вдруг 34 дня это не целый месяц, да? Ну, ладно, бывает. Что еще, Расслайд? Это слишком сложное. А все, забейте, забейте, это сложная информация для вас. Алло, Лариса Дмитриевна, здравствуйте. Я не Лариса, а Дмитриевна. Лариса Дмитриевна, пожалуйста, позовите к телефону. Она не хочет с вами разговаривать. Звонок, вступайте с целью заведения, до нее важная информация, тогда будет к вам большая просьба. Вы ей сегодня, пожалуйста, передайте информацию. Она не хочет с вами, ничего не меняет. Она не хочет с вами разговаривать. Попросила меня передать вам информацию, что она не будет с вами разговаривать, перезванивать вам не будет. Если у вас есть какие-то предложения, может быть, даже ультиматумы, пожалуйста, составьте это все на бумаге. По почте России заказным письмецом с уведомлением о вручении. Вы сможете... Разговор вынуждено прекратить. Это очень правильное решение. Все равно ничего не решаете. Вот вы там ничего не решаете, вот эти операторы. И тешите себя вот этой иллюзией, что вы какие-то там специалисты. Все на одно... На один голос, точнее. Ну, только женский мтебр, либо мужской. И все. Ничего не решаете, ничего не фиксируете. Просто задаете вопросы, которые вам написали, своей головой не думаете. Даже от того, что я вам что-то скажу, все равно не запомните. Выключитесь и через полминуты возьмете следующего и то же самое прочитаете по своей бумажке. Хорошая творческая работа, приводящая к маразму, к раннему. Вот и все. Хорошо сказал. Я жду от вас конкретную дату. И не слышишь. Плохо просишь, что скажешь на это. Я не прошу, я требую от вас ответ. Что ты делаешь? А, Швондерова работа. Да-да-да, Александр Андреевич. Что, прости, что ты делаешь? Когда... Требуешь? А ты даже повторить это слово испугался, да? Здравствуйте. Сахай, Владимир Владимирович, начальник службы безопасности компании «Рузденьги». Как, 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 еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Спокойно, не волнуйся. Сахай, Владимир Владимирович, вопрос его не решит сегодня. Помедленнее. Чуть-чуть помедленнее. Чуть-чуть помедленнее, слышишь? Чуть помедленнее. Ушами тушим, я сказал. Я уже предстояду. Крепыш какой попался, а. Алло. Здрасте. Могу поговорить с Мариной Николаевной? Понятия не имею. Вы знаете, мне подскажется? Подскажу. Позовите, пожалуйста, телефону тогда. А, так вы хотите поговорить? Вас не интересует, можете вы это сделать или не можете? Вы определитесь, что? Вы позвонили мне уже... Понятия не имею. Откуда я знаю? Умеете слова в предложение составлять? Как ваш челюстно-лицевой аппарат работает? Я же не доктор. Отвечать вам на эти вопросы. Я вам сюда ранее вставлю яичники обезьяны. Алло. Алло. Здравствуйте. 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 А что по-вашему означает конструктивный диалог? В общем, понимаете, что такое департамент? Зачем мне этот детский сад? Вы еще родители. Можно, вот он, командную ставить для своей бабушки. А могу слышать или на Юосифовну? Кто вы такая? А вы кто такой? А ты кто такой, скажи, пожалуйста? Ну, я тот, кто решает, сможете вы услышать ее сегодня или нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok